День добрый, с вами Смирнова Ирина. И сегодня в рамках нашего маленького курса по компьютерной грамотности мы поговорим с вами о файлах, папках и программах. Но в первую очередь давайте определимся с тем, что же такое Windows. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы пользоваться компьютером, нам не нужны какие-то определенные специальные, очень серьезные знания. Облегчает наше взаимодействие с компьютером операционная система, которая установлена на ваше оборудование. Операционная система – это переводчик, который переводит ваши действия и пожелания работы с компьютером с вашего языка на язык компьютера. И наоборот, компьютер через операционную систему показывает вам необходимые действия, которые должны вы выполнить. Таких операционных систем несколько существует, но самое популярное из них – Windows. В настоящее время очень часто используется Windows 7 версии. Вот сейчас перед вами заставка на мониторе операционной системы Windows 7. Если мы внимательно посмотрим на экран, то увидим практически два элемента. Первый элемент – в нижней части экрана вы видите серую полосу. Эта полоса называется панелью задач. На ней расположены некоторые иконки определенных программ. О них мы с вами будем говорить позже. Второй элемент – это рабочий стол. Назван он так по аналогии с обычным рабочим столом. Именно на нем будут происходить абсолютно все действия, производимые на вашем компьютере. Здесь на рабочем столе тоже будут отображаться некоторые значки. В данный момент сейчас отображается только один значок – корзина. Итак, первоначальные понятия операционной системы мы с вами определили. Теперь давайте выясним, что же такое файлы и папки. Для того, чтобы это понять, нам достаточно провести аналогию с реальной жизнью. В реальной жизни вы точно так же работаете за рабочим столом. У вас точно так же у рабочего стола есть какие-то ящички и папки. Помните, когда-то мы пользовались аудиокассетами, на которых были записаны наши любимые песни. В виртуальной жизни это аудиофайл. В реальной жизни мы записываем видео на видеокассетах или дисках. В виртуальной жизни мы храним все наши видеозаписи в видеофайлах. В реальной жизни мы читаем газеты, журналы. В виртуальной жизни вся информация хранится в текстовых файлах. Файлы имеют несколько расширений, о которых мы будем говорить с вами позже. То есть мы должны понять, что точно так же, как в обычной реальной жизни мы сохраняем информацию, точно так же вся эта информация может храниться в компьютере, в файлах. Это определенная форма хранения информации в компьютере. Но в реальной жизни мы любим порядок и раскладываем аудиокассеты на определенную полочку, в определенный ящичек, видеокассеты на другую полочку. Журналы, газеты и книги у нас хранятся на книжных полках. Вот точно так же в компьютере мы можем разложить все наши файлы по папкам. То есть файлы и папки – это две формы хранения той информации, которую мы с вами хотим сохранить на нашем. Что же такое программы? А программы – это те же самые файлы и папки. Только если мы наши файлы и папки создаем самостоятельно сами, то программы создаются исключительно для того, чтобы можно было использовать их в виде инструментов для работы на нашем компьютере. Если мы хотим послушать аудиокассету, то нам необходим магнитофон. Если мы хотим увидеть тот фильм или то видео, которое мы засняли на каком-то дне рождения, то нам необходим с вами видеомагнитофон. Для того, чтобы получить печатный текст на бумаге, нам необходима или работа типографии, или принтер. То есть нам необходимы инструменты для того, чтобы мы могли воспроизвести ту информацию, которая заложена на аудио или видеокассете. Вот для того, чтобы мы могли увидеть информацию тех файлов и тех папок, которые мы создали на компьютере, нам нужны инструменты. Вот такими инструментами и являются программы. Только программы создают люди, у которых есть определенное образование, которые расписывают файлы на определенных языках программирования. И тогда, когда мы такую программу устанавливаем у себя на компьютере, то внутри такой программы уже лежит автоматическое распределение этих файлов по определенным папкам. Поэтому наша задача с вами ни в коем случае не удалять никаких папок и никаких файлов из программы. Мы имеем право перетаскивать, перекладывать, изменять, удалять, вновь восстанавливать те файлы и папки, которые мы создавали сами, но не имеем права трогать файлы и папки программ. В противном случае информация на нашем компьютере будет отображаться некорректно. Сегодня мы с вами рассмотрели такие понятия, как файлы, папки и программы. С вами была Смирнова Ирина. До следующих встреч.